добрый день дорогие друзья я приветствую вас в студии мозаика точка ру портала главных новостей ульяновской ульяновской области у нас сегодня в гостях замечательные гости зовут ее велена хикматулина но вы просто не обращайте внимание на самом деле она взрослая эта камера немного искажает и поэтому она на камере выглядит маленькой велена привет велена у нас участница проекта голос на первом канале и вот нас просто разрывает от вопросов для того чтобы пообщаться и расспросить каково прежде чем мы перейдем к детальным вопросам хотелось мне задать свой главный вопрос который меня глажит страшно было да страшно потому что это был мой первый масштабный конкурс тем более телевизионный у меня прям знаете вышло и было такое чувство что прям вот что-то не дает петь вот я не знаю вот пою и как-то очень сложно свой голос наверно не знаю да мне прям я смотрю на кресло и думаю господи лишь бы повернулись но не повернулись и знаете как-то обильно конечно стало но не до такой степени что все они будут петь брошу карьеру к этому и уйду на завод работать да не был у тебя такого скажи пожалуйста ты прямо со всеми ведущими участники проекта ты с ними виделась общалась не со всеми не со всеми скажи нам интересен такой вопрос а правда или это сценический образ у дмитрия нагиева или он действительно так говорит выступает велена хикматуллин или он говорит на камеру говорит определенным голосом а в обычной жизни говорит как обычный человек знаете на камеру он так только говорит а на самом деле у него голос не такой такой на камере как вот в эфирах там разных проектах вот на самом деле он очень классный он пахнет он пахнет персиком или ваниль я до сих пор не определила но мне очень понравились его духи вот в общем понравился мне очень сильно он такой добрый смешной пошутит поддерживает поддерживает именно перед выступлением для того чтобы не волновались скажи как ты считаешь все талантливые ведущие должны быть лысым как ноги хорошо мы продолжим теперь непосредственно к самому конкурсу скажи как ты дошла до того чтобы участвовать да то есть ты как-то пела пела и решила там сказать маме папе там я пойду на проект голос или ты занималась уже долго с чего все началось началось того что мне папа всегда пел песню вот всегда и как-то как-то я тоже запела и решили меня дать на вокал вот меня дали на вокал я с трех лет поем как бы не профессионально ну да с трех лет непрофессионально это понятно вот в пяти лет уже профессионально занимаюсь вокалом и когда мне уже стало 8 лет мама сидела в интернете увидела что принимают заявки на детский голос вот и мы подумали почему бы и нет вот ну как бы я согласилась мамы в общем моя вся семья решила что все на голос приняли заявку на цель нам не поверила игру не это сказала господи придется ехать не отводим его сидел на диване нет мам позвонила или она твою анкету принять приняли я такая думаю нет всего бы это не так а мне вам обновил обнови браузер наверное что-то не да да я так она ешь пить не умею вот а там не нужно было я извините а перебью не нужно было демо версии присылать то есть достаточно было запомнить год рождения откуда ты а голос непосредственно пробовать нужно именно демо версию своего пения нужно присылать я просто очень сильно удивилась поэтому я так сказала вот но я очень сильно обрадовалась тем более когда я и кастинг прошла это было вообще что-то невероятное а что такое вот кастинг расскажи то есть вот анкету подали потом вызывают что ли на кастинг или нужно по skype например там через интернет потом вызывает на кастинг москву вот и там в общем ты приходишь у тебя определенный номер какой-то ты приходишь туда и начинаешь петь две песни любые которые ты сама считаешь нужны да под это без тренировки то есть ты ни разу с этим оком да как бы да вообще без тренировки сразу должна взять и запеть просто но ты отдаешь на тебе играет это понятно ты знаешь ну но ты знаешь что это знаю это просто я так спросил ну вот а после этого как бы тебе говорят все спасибо ты уходишь и нужно ждать определенное время тогда тебе позвонит если ты прошел кастинг то есть ты съездила в москву возвращаешься домой к себе ты живешь у нас насколько я знаю в казани ты возвращаешься домой и сидишь в здание ждешь письмо на электронную почту или должны позвонить ты все нервничаешь ходишь каждый меня там либо либо позвонят либо же на электронную почту отправят что ты прошел или не прошел на электронную почту перезванивать не нужно просто приходит письмо все ты молодец приезжай жду с терпением нагиев подпись ну понятно скажи пожалуйста тебя такое удивительное имя велена она что-нибудь обозначает это владимир так поразительно это кто такое не придумал если не секрет это папа скажи а ты на конкурсы вот я знаю что ты еще представлял россия россию на детскую волну 2015 ты ездишь везде с мамой или с папой знаете иногда как иногда с мамой иногда с папой это настроение под мам зависит да наверно нет работа работа иногда пускают иногда нет понятно если отпускают папу еду с папой если маму еду с мамой если и того не того с кем-нибудь там договариваются с проводником у тебя ты сегодня гостишь у нас в ульяновске по какому-то особенному поводу или ты уже с гастролями нет у меня я сюда приехала на день рождения к своей любимой чете меня зовут гульнара вот я приехал на день рождения там попела в караоке было все вообще замечательно вот аплодисменты на бис да да вот скажи пожалуйста ты приехала вот к нам на студию ты приехала с папой а мама ты где у тебя сейчас на студию я приехала не с вами не с папой так а с кем с проводником меня забрал мой дядя я привез ульяновск ясно вот и ты теперь будешь гостить у нас сколько завтра уже уезжаешь вот я бы конечно осталось да да 1 апреля не только доходит целый год тут же и честно мне очень понравится вот я бы осталась но меня вызывает срочно казань потому что там как супермена да загорелась значок велена выезжай скорее мы ждем тебя в казани ты должна выехать для того чтобы спасти всех кто не может петь чтобы они наконец запили ну ну что-то вроде такого да я я там должна показать свой номер чтобы поехать на гастроли вот возьмут ли меня скажи у тебя жизнь твоя сейчас уже связано с большим количеством кастингов ты каждый раз ловнуешься одинаково или уже как-то некоторые тебе кажется не такими сложными не такими волнительными я волнуюсь всегда перед каждым концертом конкурсом вообще неважно и волнение оно такое же остается как вот как и в первый раз потому что думаю каждый артист он волнуется от каждого пугачева до филипп киркоров еще там кто-нибудь еще кто-нибудь да действительно да бред не спес какая-нибудь там точно я с тобой полностью согласен бьемся вот ты знаешь даже я вот как ведущий вот шел на этап для того чтобы провести передачу с тобой тоже волновался потому что мы все-таки ты уже все уже практически звезда как скажи сейчас нас слушает очень много родителей да в том числе они будут наверняка показывать это видео на нашем портале мозаика точка ру своим детям для того чтобы дать им уверенность потому что многие ведь все дети поют да все дети и мы тоже вот тоже дети да тоже поем вот но каждый думает но мне наверное не суждено мне ведь не повезет так это нужно не знаю там 40 тысяч звезд чтобы совпали вместе там скажи какой-нибудь совет дай тем кто хотел бы себя попробовать кто может быть только начинает вот распевается еще только поет только в душе в ванной себя вот и готов уже выйти на большую сцену с чего начать чего не бояться ну и вообще твой совет как человека который уже прошел немало конкурсов и был на проекте голос я советую начать петь вообще на музыкальную карьеру вот карьеру певицы да но это уже не важно это к черту уже детали просто карьеру да да вот нужно нужно начинать рождение потому что если тебе там уже лет двадцать это уже будет очень сложно начинать лет с трех с пяти и тогда будет очень легко но самое главное это нужно поверить в себя и не нужно говорить что например он ничего не выйдет ничего не выйдет если будешь так думать ничего не выйдет нужно всегда верить в себя нужно говорить я смогу у меня все получится вот и нужно прислушиваться к мнению родственников родителей окружающих а какому мнению которые говорят что да давай молодец все получится ли к такому не надо ты не для этого ты будешь как и все ходить школу не надо тебе петь нет нужно вообще ко всем мнением прислушиваться потому что каждое мнение оно все же как это важно вот но вот родители они тебя поддерживают они скажут вот что тебе действительно дано что нет если тебе родители сказали что нет у тебя не получится да в этом начни там что и какую-нибудь другую карьеру там не знаю музыканта нужно прислушаться ну как бы и к мнению родителей да вот и к своему сердцу вот она она действительно тебе подскажет прислушайся к своему мнению если тебе нравится петь да господи пой нравится танцевать танцевать танцуй нравится это и другое танцуй пой да и танцуй пою ты еще и танцуешь скажи ты танцуешь профессионально тоже участвуешь конкурсах или просто для себя просто для себя то есть в конкурсах ни разу не участвовал танцевать но если только батл это ну это только так чисто брейк там все такое понятно ты знаешь ты тот совет который ты сейчас произнесла для начинающих может быть певцов я сразу вспомнил фрагмент из одного фильма в погоне за счастьем где уилл смит со своим сыном борется с жизнью ну как бы до с достатком и вот как раз сын говорит маленький приблизительно твоего возраста он играет баскетбольный мяч и говорит отцу я хочу стать звездой баскетбола на горит ты знаешь это не для тебя вот сын постоял бросил мяч баскетбольный был смит на него посмотрел поднял этот мяч и сказал ему независимо от того что я тебе говорю или говорят тебе остальные никогда не расставайся со своей мечтой вот поэтому твои слова абсолютно правдивы и эта ситуация вот обыграна фильме причем фильм снят я тебе рекомендую посмотреть в погоне за счастьем снят по реальным событиям вот будет интересно перейдем непосредственно к самим конкурсом к тому чтобы пить ты как-то нанимала каких-то профессиональных репетиторов как это правильно называется может быть там хореографов там актерского мастерства ведь тебе нужно же петь выразительно или ты прямо самостоятельно все брала микрофон дома в караоке и пела нет это конечно же не самостоятельно не помогал мой любимый педагог самый-самый любимый педагог он самый лучший профессиональный не звук это сейчас реклама будет хорошо педагог вот она очень классно очень хорошая добрая но мы можем уже абсолютно смело подтвердить это раз она готовит будущих участников да раз уж ты прошла даже кастинг на конкурс это уже о многом говорит что она тебя подготовил как долго нужно готовиться ты сказала что надо самому рождение я понял так что в момент когда тебя пеленают уже не дергаться надо вот когда ты как-то плачешь или кричишь на должен кричать в ноты попадать вот а если серьезно сколько нужно времени тратить давай возьмем в неделю сколько в неделю должно быть занятий чтобы уходить на хороший уровень на когда можно выступать на конкурс в неделю я думаю нужно заниматься каждый день или через день все желательно каждый день там хотя бы по 45 минут или по час так как у тебя развивается голос самообразительности кого как печь вот и тогда ты вы даже за неделю даже 7 дней ты уже получишь большой опыт так сейчас у нас внизу появится телефон скажи то есть ты занимаешься сколько лет нужно для того чтобы и прийти к такому уровню когда ты поешь и такая тебе сама нравится потому что ведь мы когда сами поем нам ведь не нравится пока ты не слышишь себя со стороны вот сколько прошло время как прям запела и тебе самой панки или сразу может быть это произошло естественно это произошло не сразу так мне вообще честно не очень нравилось как я вообще пела и мне вот все знаете мне все говорили ой молодец вот такая вот прям хорошую вот тебе тебе идиота будешь певицей в будущем да нам нравится очень как ты поешь это да да вот и когда сказала что твой папа постоянно пел тебе песню он тебе не эти песни пел о том что ты молодец ты молодец не такие песни настоящие так вот тебя все хвалили но ты как-то себя самокритично понимала что как-то что-то надо надо к леоноре я говорю мне не нравится как я пою честно скажу я тоже в некоторых моментах опускал руки вот это была большая шутка вот после этого я опять ты собралась петь да и точно не могу сказать в каком возрасте да мне понравилось как я пою но сейчас мне нравится вот в общем просто старайтесь не опускайте руки даже если вы опустили руки то обратных собирайте все свои руки вот эти разбросанные по полу правильно скажи мешает ли твоя уже теперь и гастрольная до жизнь ты в марте заняла первое место в конкурсе золотая нота санглера если я правильно произношу да в москве смотри сколько времени тебе приходится быть в поездках кастинги конкурсы тренировки да там занятия своим преподавателем как с учебой или уже учебы чё уже учеба я уже же все певицы будущее знаете не все так говорят что будто бы я прям реально как это как они лорак или еще там кто-то да не на самом деле все не так вот учебу мне хватает времени вот конечно в апреле да буду учиться только две недели вот поймут набирать оценки учеба конечно у меня все же на первом месте вот и все же я как-то учусь я отличница вот мне очень нравится учиться а может тебе пятерки просто ставят уже потому что ну знаешь как это мальчик занимает все первые места на соревнованиях надо ставить ему все пятерки нет за знание тебе ставят все не так даже если я много пропустила вот я подхожу к учителю говорю дайте мне какую-нибудь там самостоятельную контрольную мне нужно играть оценки надо как-то уже в реабилитироваться на все-таки пятый класс уже середина можно сказать учебы где осталось еще чуть-чуть и она мне дает я делаю а учителя дополнительно занимаются с тобой по тем предметам по которым ты ну отсутствовал да если ты будешь две недели только в апреле остальные две недели ты самостоятельно будешь учиться вообще да я буду брать учебники как-то понимать если я даже не понимаю как я выкручиваешься я звоню своей еще одной тете так я зовут галя так и ты говоришь тетя галя помогает мне да она она очень умная по крайней мере для меня важный такой акции я ей говорю объясните мне там например дроби или еще раз там что-то да вот она мне объясняет прям вот изумительно вот двух словах это очень все быстро все понятно причем я как-то прихожу в школу мне там не было две недели до меня спрашивают и и удивляются ой а как ты как-то поняла эту тему тоже так сложно да тебя же не было две недели я говорю ко мне на помощь пришла моя тетя галя на них могла все вопросы тети галя а может быть эти галя открыть школу свою смотри у нее таланты объяснять может быть предмет и как ты говоришь вместо того чтобы ходить две недели тетя галя в два слова раз и все объяснило как но она она работает вот его зовут танец вот и в общем она помогает своей дочке смотреть за ним вот тоже это же ребенок как это пишите что там да там полно вопросов к у ребенка конечно это мы все прекрасно понимаем скажи пожалуйста хорошо что ты это понимаешь да скажи пожалуйста вот те дети которые тебе встречаются на конкурсах да на твоих кастингах были ли кто-нибудь с интересными но вы все равно обмениваетесь кто откуда где когда участвовал с какими-нибудь может быть интересными своими историями может быть тоже у кого-то опускались руки или наоборот кто-то пошел в город что-нибудь из интересного тебе запомнилось из тех ребят с которыми ты познакомился на проекте голос да и вот на золотая нота сандлера остальные глупость россии знаете больше всего конечно вот история наверно миша смирнова знаете да ну я вот слышу первый раз вообще фамилия знакома такая редко смирнов он был в общем прошел финал голос дети также представляла россии на евровидении на детском и на детском евровидении вот и история действительно такая ну прям в общем когда он был маленьким я думаю я конечно мостом что-то личности скажу но я не думаю потому что все истории вы уже знают был маленьким и он когда говорил он заикался то есть казалось бы что пить ему будет сложно и невозможно да и ему посоветовали попробовать петь заняться пением знаете это действительно дошло до того что он занимался пением да вначале ему может быть не нравилось потом теперь он видите этот дошел до чего евровидении голоса хорошо ну ну вообще вот такая история то есть пение это практически ну вот из твоих уст волшебная сила которая и лечит у людей голос и дикцию скажи пожалуйста занятие твоих проходишь какие-нибудь по дикции да как работать голосом не только занятия непосредственно там знать ноты петь у ноты а именно как ты поднимаешь или не поднимаешь но ты есть такие занятия какие-то особенные а это все элеонора это вокал да там конечно этот актерское мастерство тоже да как бы главное как эмоции вот да ты потом нам про актерское мастерство расскажем перейдем уже дали последовать актерское мастерство это тоже элеонора это вот человек который всему тебя научил или это нужно отдельно ходить куда-нибудь в театральный кружок драматический знаете ли но он научит очень сильно благодарна вот знаете я как бы честно скажу никогда не занимался мастерством за всю свою жизнь мы как об этом знаете я как-то как-то сама такой человек с рождения который вот даст ему дашь мне какую-нибудь лирическую песню я и стою прям действительно вот вот так вот со всеми движения как-то сама вот эмоциональная могу и поплакать песни могу артистичная сама по себе трет или что я как бы хочу быть и певица и актриса потому что именно эти две профессии да вот эти два дела они действительно очень мне по душе и даже вы знаете самое интересное это когда вот у меня тоже есть младшая сестренка внутри три года я зовут виолетта и она всегда танцует то это как бы я думаю она будет танцовщицей вот когда я и иду забирать там подъезд все же у нас я иду и знаете мне такое чувство что за мной вот кто то есть сейчас какой-то призрак или еще что двор для кого-то это бред не да для меня это то же самое но действительно есть такое чувство и и и стоит мне лишь что-нибудь напеть как-то это чувство уже прям вообще исчезает мне не страшно то же самое когда все ложатся спать и мне и мне нужно я обязана выключить заключительный свет и как это все смотрится вот тут вот свет тут моя рука я вот так вот чтобы уже разбежаться и побежать быстренько через всех призраков да да бегом я выключаю свет быстренько быстренько бегу а иногда и просто выключая свет это я начинаю петь мне вообще ничего не страшно вот это действительно пение это что-то волшебное нужно всем детям обязательно петь мы помним что в одной из частей по-моему в первой пела фиона до в шреке тоже там даже птицы взрывались что-то говорить и пение это великая сила скажи пожалуйста у тебя в подъезде в доме знают о том что у них восходящая звезда живет да я вот честно да я не могу назвать себя звездой такой да прям как как известные не но просто тебя соседи встречать такие как проходите проходить такого нет узнаете но у некоторых только иногда редко-редко я не могу себя посчитать звездой я знаю что там участвовала это кстати и участвовать там голосе давно в волне там евровидение может каждый нужно только этого захотеть вот я знаете у меня очень много там в контакте да пишут сообщениях вот это классно пойдешь ты участвовал в голосе вышли медиск да да вот есть такое дело мне сигнал автограф и знаете я как-то к этому отношусь да что а что тебе мешает тоже участвовать что-то сделал для того чтобы попасть да да почему почему-то так говорит что он тебе повезло где-то купил этот лотерейный билетик где-то вот его купил на какой улице в каком ларьке я его купила в три года вот педагога я вначале занималась из альфии скандерны тоже не огромное спасибо но он уехал москве встречаетесь или переписываетесь может быть нет но ей наверное сейчас некогда у нее там бизнес ларек продает дети в том числе ты знаешь что то у нас есть информация о том что ты вела передачу горячая десяточка на канале карусель ты так тактично обо всем молчишь приходится все из тебя клещами вытаскивать это скажи твой телевизионный опыт он получается у тебя уже да ты приехал к нам не первый расскажи что там интересного и тебя взяли именно как поющую девочку да то есть вот не взяли все я думаю что вот это что я эмоциональный человек и так например знаете вот такой случай я тоже участвую ладно ладно скажу чтоб вам не говорить так я участвовал в рождественской песенки года и в просто песенка года вот я там участвовала и никогда мы выходили а все и всем хором академии популярной музыки игры крутого также я там тоже бывают не тоже приглашают на разные мероприятия вот и так с окази заезжаешь чисто тортик там чай попить за нет просто иногда действительно там позаниматься там танцами ну так развеется дает чисто но тусовка по московски же это все понятно так и когда мы там выступаем как бы нам сказали стоять вот стойте песню потом начинете нам свои руки и ноги вот лицом как стоит просто попросили стоять или стоять нет попросили как бы просто стоять можно не дергаться пошатываться стоять знаете об этом вообще все об этом забыла и я там стою и как бы песня все стоят а я такая руками вот и начинала надежда кадышева до пошла в хороводы я думала надела это мне смотрите господи мне так стыдно стало что я там одна такая стою размахиваю руками я прям господи что это ну вот я думаю может еще из-за этого горячую десяточку меня взяли именно из-за того что ты повела себя нестандартно все как бы повели стандартно попросили ставить все стоят а ты вот все равно пошла что называется у нас я думаю в казани вас также говорят в разнос пошла в разнос скажи это долго снимается как и сам проект там ведь сама передача длится не очень долго сколько по времени занимает долго там несколько дублей целиком от и до вы откатываете прямо с самого начала потом что-то не нравится еще раз или да да именно так например оттенялись там что-то там вот например ты сидишь да оттеняли смотрят там например вилена там волос был во рту и такая так ладно волосы назад все потом как в песне бегу и волосы надо потом вилена не год работаем работаем да говоришь работаем девочки все вот там например биленов камеру я такая ладно в камеру буду смотреть всегда еще там что-то ну вот так вот как бы снимается то есть именно из-за каких-то помарок которые идут прям параллельно останавливают и нужно снимать сначала даже совсем маленький который даже может быть и не заметить да можно вот очень сложно как это сказать заметить или не очень сложно заметить вот сложно заметить скажи там студия тоже такое же большое количество занято 194 тысячи человек как у нас здесь студии мозаика точка ру или там буквально два-три человека снимают эту программу там вот честно я там только была один раз поэтому я как бы все информации не знаю да вот так это ведет соня лапшакова и миша смирнов как раз о котором я говорила вот они это ведут поэтому я так-то это ну то есть какое количество еще людей там оформителя осветители может быть там гримеры какие-нибудь наверняка там в момент дубли подходили тебя кисточкой там когда вообще я снималась там была одна девушка диана как бы она подсказывала иногда сценарий когда мы там что-то забывали и оператор это во время моей съемки также со мной было как это сказать мой партнер я зовут катя манешина вот у нас есть не вот как бы может он у нас не догонят спать как можно можно выучить и спитом скажи пожалуйста ты ни на каких инструментах музыкальных не играешь на поле на каком и такими маленькими пальчиками ты вот и на и скрипка там же нужно пальцы большие как у погонения длинные такие как я скажу что у меня маленький пальцы у меня иногда даже на телефоне там эти кнопочки из-за там-то маленькие хочешь нажать на получается на п вообще пальцы сосиски да знаем об этом это мучается все с этими с этой проблемой вот когда хочешь нажать на одну букву получать совершенно другое скажи вот после до общения сколько мы с тобой разговариваем то количество проектов которых ты занята то количество занятий которые ты на себя повесила я да так назову это она просто неимоверное мы меня ощущение такое что для учебы мы уже об этом говоришь и ты так справляешься меньше и меньше меньше что с личной жизни остается время на личную жизнь но ты хорошо давай перефразирует друзья у тебя какие-нибудь там дворовые я не знаю как во дворе девчонки какие-то я не знаю где то есть у тебя на друзей время остается каких-нибудь там может быть секунду пока ты бежишь до выключателя до монстров да у тебя еще остается время смс-ку отправить я не знаю где где им остается чуть-чуть у меня есть подружка так это самая любимая-перелюбимая которая летит честно скажу у меня их две я как бы не могу определить какая моя самая лучшая подружка они все для меня лучшие цветные карандаши ни одной не жалко из них и той другой вот это вилена я тоже зовут вилена да она вот я раньше меня назвали виленой не папа твой подсказал имя хороший знаю хорошее имя подскажу это а мы с ней тоже занимаемся у леонора она она выиграла российский отборочный тур детского евровидения вот а уже в самом евровидении она заняла четвертое место ты знаешь мне кажется сейчас количество заказов на преподавателя под именем просто вырастет и войдет в топ и вообще мировых это чартов скажи вы со своими подружками ну понятно там где вы занимаетесь вы занимаетесь вы там и можете постричаться и пообщаться с той подружкой которая не занимается ты не задавала я вопрос такой обычный для может быть ульяновской для казан для казани а чё а чё не пойдешь на скрипку на фортепиано на вокал честно скажу у меня нет таких друзей которые вообще ничем не занимаются у тебя все активны то есть ты сама активный вокруг тебя тоже собирается такие же дети знаете я если честно да это не из-за того то что нам только честно это не из-за того то что знаете я не люблю таких детей которые вообще ничем не занимаются да просто мне такие друзья попадаются вот но ты потому что сама активная наверное там где ты активничаешь ты встречаешь таких людей тот кто сидит дома он же тебе просто не попадется ты же по домам по квартирам не будешь ходить да вот вот у меня все друзья не чем-то занимаются да а если тебя что-нибудь такое чем бы ты сейчас ты не можешь заниматься просто нету времени я не знаю а ты хотел бы это вышивка может быть лепка какая-нибудь чем быть и акробатика может быть ты хотелось бы заниматься нету что-нибудь в мечтах такое для себя открыть я после фильма чемпионы был такой вот фильм да в кинотеатрах может смотрели ну что-то не припомню напомню сюжет прям в двух словах но так что потом интересно было посмотреть не все рассказывай а вот хотя бы коротенько о чем не так рассказывала там было три известных чемпионы честно я я не знаю как их зовут но это не важно детали потом посмотрим мы посмотрим была там одна гимнастка тоже была известная когда она была маленькая у меня не все получалось над ней все смеялись после она стала не буду говорить так так переходим 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 следующий был борец у него случилась травма была связана с с ребром как бы ему ножик как это но в ребро как бы вот и при одной борьбе с американцем он у него ребра на просто сломалась и причем он выиграл американцы несмотря на то то что во первых у него сломалось ребро во вторых американцу далее 1 1 очко нечестно вот то есть нашего заслуживали получается да вот так же там был палец у него было с рукой ну то есть эта история о тех людях которым казалось бы могли уже проиграть но они все равно выиграли именно от своего желания и стремления да и к этому ты хотел рассказать о том что может быть у тебя и появится какой-нибудь в будущем ты имеешь ввиду желание или уже есть нет просто после этого фильма мне захотелось заниматься чем-нибудь там что-то вроде гимнастики да но мне уже поздно надо заниматься с пяти лет или с трех потому что так уже написано слушай ты упустила да да я упустил этот шанс вот так же хотела когда-то заниматься чирлидингом это что такое вот я просто лизинг да это когда там из людей строят разные башенки подкидываю человеку он там вертится крутится но это очень близко кстати с гимнастикой да тоже поздно да как бы год ушли ты уже старая да для этого для чирлидинга для гимнастики ну почему старая молодая вполне вот так же да ты очень молодая это точно я думаю что это могут все подтвердить спасибо так еще может залег атлетикой хотел заниматься до сих пор хочу но пока не совсем получается также раньше занималась теннисом настольным вот мне очень нравилось на него на него ходить и это просто где-то это что-то было прямо хоть каждый день туда ходить но проблема в том что и ракетку под подушку да так так любила нет почему я проще странки и не давала мне сестра она как бы тоже возьмет без разрешения все и давай играть и грызть тоже и ломать и под диван засовывать потом даже бы ты не уходила от нее на тренировки до по всей видимости она прятала нет она знаете она как бы не то что чтобы она если я уйду потом плакать начнет если я заберу ракетку у там не хоть там и не то что как в шреке да там птички лопнут тут просто разобьются если не что-то забрать и не знаете крик нет соседи прибегают что у вас случилось кто умер когда по вообще вот и но как бы я ушла из-за того то что ушел мой любимый тренер тренер по теннису да и ты начала петь сначала печали да по своему тренеру скажи немного вернемся голосу да и скажи твой преподаватель говорит тебе о том что ты знаешь елена вот пройдет время потом наступит возраст нужно быть там голос может измениться ты уже к этому готова века об этом рассказывают этим всем обычно у девочек но как бы если ты вырастешь да он поменяется но ты представляешь тебе вот будет там 20 лет а у тебя такой же будет голос ты куда-нибудь позвонишь и тебе никто не ответит каждый девочка не балуйтесь не звоните к нам больше сюда но я не виду как это по-русски в 14 лет когда там ломается куда вот он к голосу девочек обычный нет только у некоторых бывает это как ты считаешь это повезло с ломкой голоса или не повезло ты берешь от некоторых девочек бывает у них честно говорю не очень повезло вот мне как бы нравится мой голос да там ну нам тоже да такой да спасибо вообще такая весьма у тебя голос тебе как-то определяет преподаватель может быть ты знаешь по конкурсам нам может быть расскажешь когда ты можешь участвовать в категории дети а когда закончится твоя карьера детского пения и ты должна уже будешь перейти во взрослую жизнь взрослый певец семь гастролей в день москва лос-анджелес по возрасту них не знаешь ты не можешь подсказать то есть например кто-то сейчас слушает и думает такой 14 лет все я уже выхожу за весовую категорию но до 15 на 20 вот это уже все вот это все гастроли лос-анджелес нью-йорк что там дальше ариана гранди уже так по цвету начнут и до 20 лет еще пока вроде ребенок то есть у тебя еще впереди ну 17 года чуть сбавила чуть-чуть да ты понимаешь что ты сейчас просто от 18 до 20 лет просто людям отрезала вообще все шансы ты просто понизила категорию извините никому я все шансы все там сгубила ваши мечты как говорится мои мечты как динозавры большие и мертвые вот и я знаете я согласна с этим у меня есть очень много у меня есть одна большая мечта да а ты скажешь а нельзя ты знаешь это вы действует я помню нас было нельзя говорить о мечте тогда не сбудется или желание надо загадать и потом никому не говорить тебя такая же мечта который нельзя рассказать или ты можешь сказать просто пройдут года и мы допустим скажем вот так я просто да может это уже не станет почти если уже всегда каждый мечтает я все хочу чтоб люди никогда знаете я не хочу вот когда мне уже будет лет там 90 150 вот как бы вот мы не рассказываю что какой-то там ученый доказал что люди не умирают они и что-то там вроде ад на рай не делится там в небесах в ненаде действительно так я я хочу также да там чтобы этом полетала там где-то смотрела ой ты совершил зло ой ты мой правнук ой я твоя бабушка вот у меня есть внуки родились ой там например у меня там про 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 пра внучка актриса там еще там что-то вся в меня в заключении нашей программы сегодня нас гостях елена фикматолина скажи пожалуйста в камеру для родителей в основном то есть мы детям уже пожелали чтобы они как ты сказала не сдавались были такие же активны во всем да вот мы уже это увидели были такие же эмоциональные такие же веселые все-таки с чувством у юмора я тебе могу сказать у тебя полный порядок вот и дальше он будет развиваться наставление родителям те которые может быть сомневаются что их дети способны где-то участвовать побеждать каких-то конкурсов прямо на камеру пожелание дескать тети и дяди папа и мам то-то 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 советуй как им со своими детьми как им верить в них самих чтобы и дети почувствовали эту веру дорогие родители как я уже знаю родители всегда сомневаются в детях как я уже знаю родители мало что разрешают детям ничего не дают все скидывают на на детей вот родители вот в общем я хочу сказать верьте своего ребенка потому что может даже какой-то там ребенок там скажем да бог там с ограниченными возможностями да это все равно все равно вы вы думаете что он там например с ограниченными возможностями у него ничего не получится а вот если будете так верить так и будет что не получится вот так же я познакомилась вот на золотой ноте сандлера знакомых с одной девочкой а ее зовут гера она она приехала из сочи в москву она тоже с ограниченными возможностями на коляске вот но она поет она там заняла первое место она шикарно поет это только из того то что родители не поддерживают и и родители ей как это сказать попонятнее ну я в общем я не могу выразиться да ну просто знаете верьте в детей дарите им свою любовь не обижайте их да это самое главное не ругайте побольше конфет ну ладно да побольше конфет побольше там айфонов телефонов разрешайте и не ходить иногда в школу потому что знаете я сама такой человек который иногда просит ну пожалуйста сегодня контрольного нужно не пойду да даже нет видео такие в интернете как не пойти в школу там если есть домашнее животное берите градусник суть ему подмышку у него там температура все равно там сколько-то градусов 100 тысяч миллионов да и всегда вас точно не отпустит но иногда есть такие родители которые там докапываются ну-ка все сходим этот к врачу он выпей таблетку то у меня на операцию сейчас туда положим если ты болеешь вот у меня даже было такое да я была маленькая еще ничего не знала я говорю сейчас все знаешь да секретов мам не болит живот у школа мам ну пожалуйста не болит живот мама говорит билен шкафу из таблетка берешь таблетку выпиваешь и все иди в школу я такая ну блин план провалился еще через полчаса звоню мама у меня температура высокая вот я такая говорю температура 40 мама говорит билена берешь таблетку выпиваешь и за школу это одна и та же таблетка была дайте какая-то другая вот и в общем мои планы все провалились я в общем пошла в школу да и не я там получила четверку было такое думаю что нормально хорошо сказал значит ума мне ответил билена ну что ж ты что что не могла у меня попросить чтоб ты как бы открыто сказать не хочу пойти не надо там изобретать что у меня вырос хвост нет она не так говорю что что не хочу пойти в школу то что мне там не сказал что у тебя болит живот чтобы не пойти в школу я говорю не говорила я тебе я тебе звонила ты мне говоришь вон иди в шкафу там есть таблетка иди там возьми запей все выйдет такое ощущение что у нас до дома аптечный киоск они дом какой-то все таблетки есть от всех болезней куда деваться ребенку обычно спасибо тебе огромное за то что ты посетила студия мозаика точка ру дорогие друзья у нас гостях замечательное будущее я думаю что актриса и уже настоящая певица пожелание от нее мы услышали еще раз подытожим самое главное находите своими детьми общий язык для того чтобы они могли у вас без всяких причуд и обманов спросить откровенно и прямо можно не пойти в школу иногда им это разрешаете всем спасибо ждем вас как и всегда на мозаика точка а